Всем привет! Меня зовут Настя. В комментариях меня часто просят снимать побольше дегустации пива. И вот сейчас у меня как раз поспело пиво сейзон, и сегодня я его продегустирую. Если вы хотите посмотреть рецепт и то, как я его варила, то ссылка будет под видео. Конечно, сейзону еще можно было бы постоять, но мне стало очень интересно, что у меня там получилось. Я подумала, что вам будет интереснее, если дегустация будет проходить в формате общения с вами на основании тех комментариев, которые вы оставляете мне под видео. Ну и я буду рассказывать еще что-нибудь интересное, что вспомню. Но начну я совсем с другого пива. В прошлый раз я дегустировала пиво НИИПа, которое сварила, и рассказывала вам на камеру свои ощущения и то, каким оно мне показалось, потому что я пробовала его в первый раз. Но сейчас мое отношение к этому пиву немного изменилось, и я хочу вам рассказать историю, что было после того, как я его продегустировала. Несколько дней назад к нам в гости пришла моя подруга, и, конечно, я ей дала попробовать пиво НИИПа. И она была просто в шоке, она такого пива тоже никогда не пробовала, и оно ей очень понравилось. И, конечно, я попросила описать свою подругу, что она почувствовала, когда я его попробовала, чем пахнет, какой оно на вкус. И она сказала, что запах у этого пива маракуйя. И мне стало странно, потому что, когда я его пробовала, я не могла так отличить, что к чему. То есть я думала, что это апельсин и ананас, очень много цитрусовых запахов послевкусий. И тогда я решила попробовать пиво у нее из стакана, и понюхать его. И действительно, я его понюхала, попробовала. Это была самая настоящая маракуйя. Этот запах, он вышел на первый план. Самое странное, что я думала, что пиво, это должно с каждым днем становиться все хуже и хуже. Я читала про это, но мне показалось, что запах стал еще лучше. То есть он стал еще более ароматным, но шел вообще в какие-то тропические вот эти вот маракуйные нотки. Конечно, там остался цитрус, но пахнуть оно стало более ярким. Только что у меня сгорел мой свет, поэтому мы теперь снимаем при дневном освещении. Мне просто лень переснимать столько информации. С момента съемки дегустации НИИПы и тем моментом, когда пришла моя подруга его пробовать, прошло две недели. Пиво стало менее мутным и не таким ярко-желтым, как апельсиновый сок. А также я хочу отметить, что у него изменился характер горечи. Оно стало более мягкое, и горечь стала даже приятная, и мне это пиво начало больше нравиться. Ну ладно, что-то долго я рассказываю про НИИПу. Давайте уже перейдем к тому пиву, которое сегодня главное. Это пиво Сейзон. Я никогда не пила коммерческое пиво Сейзон. Его очень трудно найти. Я пробовала это сделать, чтобы показать вам дегустацию и домашнего пива, и коммерческого. Но, к сожалению, в семи магазинах его не было, и по телефону даже на сайте, где было указано, что это пиво есть в наличии, мне не ответили. Поэтому мы пробуем мое некоммерческое пиво. Я уже готовила Сейзон, но совершенно по другому рецепту, и этот рецепт мне не очень понравился. Пиво получилось чуть кисловатым и достаточно горьким. Я такое пиво не люблю, как вы знаете. Поэтому для того, чтобы показать вам, я выбирала совершенно другой рецепт. И сегодня посмотрим, что получилось. Кстати, по поводу сообщений под видео, где я готовлю Сейзон. Очень многие люди написали мне, что у меня получится какая-то силуха, потому что температура брожения у этих дрожжей очень большая. Я повторюсь, температура брожения была указана без ошибки. Такая температура написана на упаковке этих дрожжей. И я использовала такие дрожжи первый раз. Поэтому, конечно, я перед этим почитала, что пишут люди, которые ими пользуются. И бывали случаи, когда люди забрасывали дрожжи при меньшей температуре, чем 26, и они не золодились. На видео я сказала, что эти дрожжи нужно было засыпать в температуру не ниже 26 градусов. После съемки видео приготовления пива Сейзон мы отстаивали сусло, как всегда. Вы же знаете, я люблю отстаивать сусло один час после того, как мы его охладим. И нас в этот день пригласили на день рождения наши друзья. Мы подумали, сейчас мы к ним сбегаем, потусим там часик и придем сливать сусло в бродильный бак. Но получилось совсем по-другому. Получилось так, что мы там перетусили немножечко. Не часик, а три часа. И когда мы вернулись, сусло уже остыло сильнее, чем 26 градусов. Но мы не растерялись. Мы нагрели его прямо в пивоварне. И после этого начали переливать. Не очень, конечно, профессионально было с моей стороны так оставить сусло на три часа. Но оно стояло под крышкой, на стуле высоко. И ничего с ним не случилось. В итоге, я думаю, что мы засыпали дрожжи в температуру 24 градуса. Потому что пока оно переливалось, оно немного охладилось. И нормально дрожжи завелись. На утро уже все отлично бродило. Даже высокой температуры не было. И вообще, я скажу, у меня ни разу не было, чтобы дрожжи когда-либо не завелись. При том, что я их никогда не регидрирую, а просто засыпаю сверху на пенку из пакетика. Дрожжи вели себя хорошо. Температура брожения не поднималась высоко. Наверное, это произошло из-за того, что за ночь температура в бродильном баке еще сильнее опустилась, пока дрожжи еще не завелись. И потом температура не поднималась выше 23-24 градусов. И активного такого брожения, как я видела от других дрожжей, я не заметила. Поскольку я ни разу не пробовала коммерческий сейзон, я не могу сказать, какое это пиво должно быть. И мне не удалось найти коммерческий сейзон. Поэтому я буду пробовать его и сравнивать с характеристиками, которые указаны в Википедии про этот стиль пива. Ну что, давайте уже его попробуем. Наливать я его буду вот в такой бокал. Мне кажется, для бельгийского пива это самый лучший бокал. Но фруктовый аромат у него присутствует. Сейчас наняю. Вот такой вот он получился по цвету. Кстати, я знаю, что сейзон должен быть сильно газированный. Но я не люблю, когда пиво прям слишком газированное. Поэтому я добавляла в него 4,5 грамма декстроза на вот такую вот бутылку 0,75. Запах пряный, фруктовый. Чуть-чуть есть персиковый аромат. Может быть, чуть-чуть яблочный есть аромат. Небольшой аромат специй, но они все не ярко выражены. Нет какого-то такого одного аромата, который был бы прям, преобладал бы над другими. Запах у него не агрессивный совершенно. Такой достаточно мягкий. Нежный, фруктовый, чуть-чуть специи. Давайте попробуем. Он не горький. Он прям хороший такой. У этого пива мягкий вкус и достаточно освежающий. Понимаю, почему люди его пили во время того, как работали. Пиво пьется очень легко, как водичка. Оно очень мягкое. Оно освежающее. Оно не горькое, как вот в прошлый раз у меня получилось. И нет у него такой вот кислинки, как в прошлый раз, неприятной. Оно такое вот... Легкое, ароматное. Очень сбалансированное, я бы сказала. У этого пива солодовый характер. Я бы не сказала, что вот какие-то там прям фрукты преобладают или хмель. А вот именно вкус солода. Горечь у этого пива мне очень нравится. Она очень освежающая. Ее немало и ее немного. Вот я бы сказала, что это прям такое идеальное столовое пиво. Вот как говорят про столовое вино. Оно такое сбалансированное. Пуда все подходит. Я бы сказала, что вот это пиво, оно подо все подходит. Это мое мнение, мне так кажется. Оно вот начинает раскрываться все больше. Есть у нее небольшие такие перечные нотки. И нотки какой-то вот сладости в закусе. На языке остаются чуть-чуть горчинки. Чуть-чуть вот вообще кислинки. И немного цитрусового послевкусия. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Но это может быть из-за того, что я добавляла кориандр. И дрожжи могут тоже давать вот такие послевкусия. Тело у него легкосреднее. Я бы сказала. Оно не совсем вот как вода. Но оно и не плотное. Например, как монастырский светлый эль. В общем, этот сезон очень напомнил мне бельгийский блонд. Бельгийский блонд я очень люблю. Но это пиво, оно более простое и в аромате. И оно не такое густое. У него тело более легкое. Оно более водянистое. Ну и аромат у него вот попроще, на мой взгляд. Оно не такое сладенькое. И не такая у него горечь выраженная. Оно оставляет вот чуть-чуть кисловатые нотки. Совсем чуть-чуть. Это приятная кислинка. Оно такое вот освежающее. Но у него вот как будто нету такой дорогой изюминки, как у того пива. Я не знаю, как это описать. Вот чего-то в нем для меня лично не хватает. Но пиво неплохое, вкусное, освежающее. Действительно, очень неплохое пиво. Мне оно нравится. Пиво только кажется таким легеньким. Давайте сейчас определим, сколько в нем алкоголя. В описании к приготовлению этого пива я писала, что начальная плотность его составила 11,5%. Но эти дрожжи должны были очень сухо избродить это пиво. Я читала, так писали люди, которые уже использовали эти дрожжи. По ощущениям, это пиво пьется очень легко. И не скажешь, что оно такое алкогольное. Алкоголь в нем совершенно не чувствуется. Нету вот этой вот согревающей нотки, как в бельгийских блондах, или в дюбеле, или в триполе тем более. Но по моему состоянию, я так понимаю, что тут нормально алкоголь содержится. Давайте посмотрим, сколько в этом пиве алкоголя. Я это буду делать с помощью рефрактометра. Рефрактометр показывает неправильную конечную плотность. Поэтому я введу полученное значение в специальный калькулятор и узнаю, сколько у меня алкоголя в этом пиве. Пару капелек. Он показывает ровно 5-10 часов вечера. 5-го, 4-5, 10-5 утра. В общем, я ввела все данные в калькулятор. И у меня получилось 5,5% алкоголя. В общем, это не такое легкое пиво, как оно пьется. Так что эти дрожжи действительно, как я и писала, основываясь на отзывах других людей, эти дрожжи могут очень сухо сбродить сусло. И представьте, что было бы, если бы плотность начальная была бы 13-14-15%. Это просто было бы какое-то убийство. Пиво это очень опасное. Оно кажется очень таким освежающим, легеньким и легко пьется. Совершенно не дает о себе знать никакая нотка алкоголя. И в итоге получается, что ты сильно напился. Как они работали в полях, освежаясь с таким пивом, я не понимаю. Наверное, если бы я выпила побольше этого пива, если бы я работала в поле, я бы просто улеглась на стойке сена и пила бы это пиво дальше, загорая на солнце. И все. Не знаю, зачем люди пили, чтобы освежаться. Неужели других вещей не было? Например, воды или на крайняк бланши, если им так хотелось освежиться пивом. Вот, поэтому мой вердикт, будьте с ним поаккуратнее. Сварила бы пиво по этому рецепту я еще раз. Да, я бы сварила пиво по этому рецепту еще раз. И, наверное, это было бы весной, чтобы летом попивать его на шезлонге. Или когда я буду работать в поле. Я пила бы это пиво, валяясь на стойке в большой шляпе, и смотря на небо, и считая облака. Это было бы замечательное времяпрепровождение для лета. Ну вот, вроде бы и все, что я хотела рассказать. Всем спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Желаю вам хорошего пива, вкусного. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok